В ведических писаниях сказано, что благость или сила благости характеризуется спокойствием, счастьем, пониманием, любовью, трезвостью мышления, духовностью, разумностью, положительными эмоциями и здоровьем. В благости нет страхов и других негативных эмоций, состояний и переживаний. И это определение благости, которое я нашел в ведических источниках. И поделитесь, пожалуйста, вашим пониманием, что же такое благость. Здесь описан результат, то есть человек испытывает счастье внутри себя, он удовлетворен, он не испытывает беспокойство. Результат приходит от источника веры, то есть есть три источника веры, когда человек верит в злые силы, то это называется невежество, когда он верит в людей, верит в деньги, то это называется страсть, и когда человек верит в Бога, то это называется благость. И в зависимости от источника веры приходят разные впечатления, эмоции, черты характера. И когда человек стойко верит в Бога, тогда он утверждается внутри в счастье, в спокойствии, у него пропадают страхи. Это признак правильной веры, то есть энергия счастья приходит из правильного источника. Это и есть благость. Спасибо Вам большое за Ваш ответ. И следующим аспектом нашей беседы будет то, что в определении силы благости был такой термин, как разумность. Готовясь к этой беседе, я размышлял и думал, что же такое разумность, может быть, это какая-то часть жизни человека, допустим, это профессиональная часть, или же отдельно духовная часть, или может быть, разумным человеком можно назвать только того, который, скажем так, целостно подходит к жизни. Что же такое разумность? И я пришёл к такому пониманию, что разумность — это способность обучаться. И я недавно читал книгу Стивена Кови «Семь навыков высокоэффективных людей», и «Седьмой навык» говорит о том, что постоянно оттачивайте свои навыки, то есть постоянно обучайтесь. И я понял, что на самом деле человек, вот сложно назвать кого-то полностью разумным человеком, потому что Знания не безграничны, и чтобы их постичь, нужно постоянно обучаться. И в условиях современного мира, даже вот если взять профессиональную часть жизни, не беря уже нравственную, духовную, или понимание о том, как строить семейные отношения, люди думают, что вот я закончил школу, закончил институт, у меня есть высшее образование, и я стал разумным человеком, и на этом этапе моё образование закончено. Всё, я квалифицированный человек на всю жизнь. И я понял, что это проблема современного мира, современного общества, потому что это только начало жизни, потому что когда мы приходим на работу, нам нужно обучаться. Когда мы создаём семью, невозможно обучиться всем навыкам сразу, потому что все мы Личности, у нас появляются дети, нам нужно учиться, как воспитывать детей, и поэтому это постоянное обучение. И вот неразумность, она проявляется в том, что мы останавливаемся, мы перестаём обучаться и думаем, что мы уже стали полностью квалифицированным человеком. И я недавно смотрел также видео, беседу «Разумный диалог» Александра Хакимова и Радислава Гондопаса. И там они обсуждали тему лидерства и в современном мире. И Радислав Гондопас, он очень интересный момент подметил, то, что на определённом этапе человек или лидер упирается в своём развитии, потому что какие бы он семинары, тренинги, книги не читал, дальше не входит. И он говорит такую вещь, это то, что на данном этапе нужно включать самоанализ. То есть вначале у нас есть вдохновение, когда мы обучаемся, допустим, люди сталкиваются с ведическим знанием, с вашими лекциями, и они хотят активно изучать. И потом на определённом этапе они, достигая какой-то зоны комфорта, останавливаются. И вот здесь, на этом этапе, нужно включать самоанализ. То есть то, что мы получили, нужно осознать, что я делаю, что я не делаю, и что я мог дальше делать для того, чтобы развиваться. Вот такие вот моменты. И что вы думаете по этому поводу? Разумность — это сложный термин. В целом надо понять, что разумность тоже бывает в трёх слоях. Разумными бывают невежественные люди, которые хотят свой разум использовать для разрушения людей. Разумными бывают страстные люди, которые хотят успеха, успешной жизни. И разумными бывают благостные люди, которые хотят истину, понять истину. И всегда каждый человек на что-то опирается. То есть разум не может существовать просто сам по себе, как источник знания. Мы всегда, ну то есть человек, как знающее существо, он всегда берёт знания из какого-то источника и опирается на него. Этот контакт с этим источником даёт силу разуму. Если человек не контактирует с источником, то он теряет эту силу. Невежественные люди берут знания, берут силу разума у каких-то злых сил. И они, в принципе, тоже можно сказать, что они разумные, но их разум используется для разрушения всего. И если говорить об видении истины и смысла жизни, то они совсем этого не видят. Те люди, которые опираются на знания, направленные на процветание, их можно назвать разумными, но их разум ограничен этой жизнью. То есть им трудно понять, что будет с ними дальше. То есть они очень эффективны именно на этом коротком промежутке времени, который называется жизнь в этом теле, в этом мире. И, в принципе, это неплохо. Человек должен быть эффективным. То есть он не должен здесь быть бесполезным в этом мире. Но опора людей, которые стремятся к успеху, она имеет такой характер неустойчивый, потому что мир постоянно меняется, и им надо постоянно менять способ реагирования. То есть старые какие-то платформы, установки могут быть разрушены в результате смены формации жизни. Например, начинается холодный период, где идут конфронтации между странами, надо по-другому перестраиваться, или наоборот, атмосфера улучшается, и надо менять опять принципы жизни и правила. Но если говорить о разуме в благости, то он опирается на священное писание, на духовного учителя и на молитву. И в этом случае у человека появляется устойчивое восприятие мира. Фактически любого человека можно назвать разумным, если он способен смотреть со стороны. Вот этот вот взгляд со стороны — это очень ценная штука. Это означает, что человек не входит внутрь процесса. То есть он не эмоционально реагирует на всё, а реагирует очень спокойно, без каких-то глубоких переживаний, эмоций. То есть в этом случае человек как бы способен контролировать себя. Вот эта другая часть понимания разумности, она заключается в том, что если человек не имеет концентрации на цели, и он сильно переживает за временные какие-то вещи, то разум от этого страдает. То есть это называется привязанностью. То есть привязанность всегда разрушает разум человека. Следующий, другой момент, связанный с разумностью, заключается в способности человека быть вне страданий и наполненным счастьем. Если человек погружается в страдания, у него плохой период жизни, что-то не получилось, то он теряет разум. Даже если он имеет квалификацию, он хорошо обучился, у него хорошие навыки, он постоянно развивается, то если он получает какой-то контакт со стрессом, все эти навыки рушатся из-за того, что у него нет способностей иметь очень высокую какую-то цель. Неправильно выбранные цели, когда человек теряет эту цель, рушится разум, человек попадает в стресс. Если человек верит в Бога, и он при этом успешен в этом мире, он также опирается и на свое знание профессиональное, то это самая устойчивая позиция. То есть, с одной стороны, верить в то, что является незыблемым и дает тебе возможность разум всегда иметь устойчивым, а с другой стороны, быть в курсе того, что происходит в этом мире и быть очень нацеленным на достижение поставленных целей и также здесь, в этом сообществе, в котором мы живем. — Спасибо вам большое за ваш ответ. Очень интересно. И вот по поводу нестабильности, по поводу важности обучения, то, что мы говорили, порой вот люди, они закончили школу, институт, вот, допустим, освоили какую-то профессию, и случается какой-то кризис или что-то еще, и люди лишаются, может, своей работы, или, может, она становится не таким неполноценным источником для поддержания. И это доставляет сложности людям, и они попадают в такой ступор или кризис, что делать дальше. Но те, кто обучаются постоянно, они увеличивают свою эффективность, свои навыки, постоянно обучаются, у них нет с этим проблем, потому что они умеют быстро адаптироваться к новым условиям. Конечно же, когда случаются какие-то потрясения, это не так просто, и все равно приходится больше трудиться, может быть, что-то делать. Но, тем не менее, человек, который обладает разумом, он может легко перестроиться и пойти дальше. И в этом его сила. И, Олег Игнатьевич, скажите, пожалуйста, вот такой момент. Мы вот сейчас рассматриваем аспекты благости, и подскажите, пожалуйста, какие книги, которые написаны Вами, они помогают людям понять, что такое благость, получить какие-то советы, знания и продвигаться на этом пути? У нас есть четырехтомник «Законы счастливой жизни». Там описаны вот эти процессы, которые происходят внутри нас, начиная с того, как на нас влияет время, что очень важно соблюдать режим дня и в ногу с временем жить, чтобы быть эффективнее. То есть часто люди эффективность воспринимают в отношении только с социумом. Они не понимают, что этот мир огромен, что на нас влияет Солнце, Луна, что мы должны жить в гармонии с этим миром, иначе мы становимся естественно неэффективными. Вот потом дальше объясняются разные наклонности людей, направленности, их понимание счастья, их вера. И в результате каждый человек находит себя в каком-то месте, и он видит, почему у него неудача, потому что невежественный человек, который находится на платформе невежества, он 100% будет жить в неудачах. Человек страсти, у него то потери, то приобретения, он постоянно меняется все в жизни. А человек благости очень устойчив, потому что он опирается на святость, на Бога в своей жизни. И в результате этой опоры он способен правильно реагировать на перемены, то есть у него хватает силы обучаться. Все менять в жизни, то есть на это нужна энергия. То есть ведические писания указывают на то, что главное в жизни человека — это опора, потому что большинство людей не знают, что их страдания в основном связаны с тем, что у них не хватает сил жить правильно. То есть они могут, может быть, уже и знают, как надо жить. Но вот эта сила, у них не хватает силы, эта сила ведь берется от контакта с Богом. И поэтому в этом основа суть человеческого существа. Если контакт сильный, то не хватает вдохновения быть эффективным в жизни. Спасибо вам большое. Вот рассказали о книге «Законы счастливой жизни». Я где-то пять лет назад активно изучал вашу книгу «Сила характера. Ваш успех». И мне кажется, она вполне также может подойти под параметр того, чтобы обрести благостный характер. Поэтому, мне кажется, обратить на это внимание. Да, эту книгу часто хвалят, потому что она в какой-то степени удачная. Она написана по моим лекциям. То есть я сам ее редактировал, в принципе, составлял. Но она основывается на лекциях, и она поэтому очень практична, потому что там конкретно люди задавали очень важные вопросы для своей жизни. Я на них отвечал. Получилась такая интересная подборка. Да, книга просто супер. Я когда изучал, там очень достаточно подробно изучили разные черты характера человека и распределили их по силе невежества, силе страсти, силе благости. И таким образом можно понять, а как же я живу, какой у меня характер, поступаю ли я хорошо к людям, которые рядом со мной находятся, и понять, как же нужно поступать. То есть это очень важно, потому что, ну, то есть дается альтернатива. А что же делать? Часто мы говорим, вот это плохо, но вот там супер то, что дается альтернатива, как надо поступать, и это реально меняет нашу жизнь. Спасибо вам за это книгу. Спасибо, Артем. Приятно было. Такие же похвалы. Следующим моментом мы продолжим, то как же обучаться. Я размышлял вот по поводу обучения, оттачивания, скажем так, своих навыков, углубления, и как же можно эффективно обучаться. И у одного бизнес-тренера я недавно услышал такое правило, 3P называется. Очень практично. Я буквально его три месяца применяю, но у меня колоссально повысилась способность усваиваемости информации. Он дает такое правило, благодаря которому нужно, значит, первое правило, это когда я прочитал какую-то часть логическую книги, нужно задуматься, что я понял. То есть не просто взять, и можно очень много книг прочитать, я десятки книг прочитал, может, сотни. Порой бывает не запоминаешь, о чём она, вот по теме, да, а о чём она не помнишь. И вот здесь мы размышляем, что я понял. Следующим моментом, это 2P, что я сделаю. То есть мы часто читаем, как информацию употребляем это, но не применяем никаких действий. Применение 2P, да? Да, да. То есть я прочитал законы счастливой жизни или сила характера, что я сделаю, чтобы изменить свою жизнь к лучшему. То есть не просто, ну, как бы очередная хорошая книга, но что я сделаю, чтобы изменить свою жизнь. И 3P, с кем я поделюсь. То есть когда мы что-то изучаем, когда мы что-то применяем на практике и получаем от этого пользу, и одно из благостных качеств — это то, что я это не таю у себя. Я хочу, чтобы люди, которые меня окружали, они также жили счастливо, жили эффективно, им было комфортно жить, взаимодействие и так далее. И я делюсь, естественно, этим образом. И от этого меняется наш мир. И это очень суперправило. Я последние 3 месяца применяю, и мне очень помогает. Поделитесь, пожалуйста, вот как вы обучаетесь, или ваше представление об обучении. Эти все 3 правила я тоже слышал в своё время. И это является основой вообще деятельности разума, потому что существует 3 уровня разума у человека. Первый уровень — это он основывается на слушании с верой. То есть когда человек слушает с верой, и когда человек воспринимает информацию с верой от старшего, то первое, что происходит, его платформа разума начинает углубляться и трансформироваться. То есть первое, вот это P, это даёт возможность человеку получить вот это новое восприятие мира. Второе — это применение, это тоже следующий более глубокий этап развития разума, это когда человек начинает на практике познавать мир с этой новой точки зрения, с этой новой идеей, концепцией. И третье называется реализованное знание. То есть человек, обучая других, фактически обучается сам, потому что ему нужно других людей не просто обучать, а вдохновлять ещё. Потому что если он не вдохновит никого, он не сможет никого обучить. А вдохновляя, он вдохновляется сам прежде всего, и он сам должен быть примером в этом случае. И поэтому, получается, ответственность повышается, и тогда реализованное знание входит в разум, и человек становится опытным уже в том вопросе, который он изучает. То есть получается три уровня разума. Часто люди остаются на первом. Они просто поглощают, и дальше скачок вот этого волевого усилия они не делают. И причина заключается в том, что у них в жизни нет миссии. То есть человек не может фактически для себя, с собой какие-то насилия совершать. Если есть миссия, если есть за что бороться, для чего это делать, то человек проходит этот рубеж, потому что между слушанием с верой и практическим действием существует очень большой энергетический выброс. То есть нужно очень много энергии внутренней выдать, чтобы это сделать, такой переключатель включить. И для этого, для того, чтобы он включился, нужна связь с Богом или с наставником, или с миссией. У человека в жизни какая-то миссия должна быть. Эта миссия даёт ему силы, он переключается и способен практически это всё воплощать. И пройдёт какое-то время, у него получается на практике это всё реализуется, и тогда ему нужно следующий переключатель сделать, это давать другим. Это тоже очень сложно перейти с того, что ты сам этим живёшь, на то, чтобы это кому-то передать. Все эти переключения являются самым сложным, и они идут от Бога. То есть эта божественная сила даёт человеку возможность вот эти переходы совершать в жизни от одного уровня разума к другому. И поэтому только люди, которые живут для других, у них есть цель в жизни, у них есть миссия, они способны такие шаги делать. Супер ответ, спасибо вам большое. Я очень вдохновился одним из правил, которые изучаю, это важность постановки целей. Долгие годы я, допустим, что-то изучаю, у нас есть какие-то планы. Но планы они в основном такие. Вот я хочу стать хорошим человеком. И на этом всё заканчивается. Но должен быть план, какие этапы, что я для этого сделаю. И вот то, что вы сказали, цель, это как раз в точку. Супер, спасибо вам большое. Следующий вопрос, он как бы очередной книги вашей прозвучит. Совсем скоро выйдет ваша очередная книга из серии «Питание в благости», рецепты по вашим лекциям. И скажите, пожалуйста, насколько питание играет роль в жизни человека? И есть ли такое питание в благости? Что это такое? Питание — это такая штука, которая действует очень подсознательно, очень глубоко. Большинство людей вообще не понимает, как это действует. Но идея такая, что каждый продукт имеет определенный запас бескорыстия или благочестия, такой чистой силы. И если человек в основном использует продукты, которые имеют много чистой силы, тогда у человека на чистые дела много энергии, много сил. Если продукт соткан из насилия, то есть он соткан из убийства, тогда на работу над собой энергии не хватает. В основном у человека энергия идет на наслаждение чувств. То есть ему легко вдохновиться сексом заниматься, выпить, подраться с кем-то. Максимум упахиваться на работе хватает сил. А чтобы вглубь себя посмотреть, человеку нужна энергия любви, которая содержится, допустим, в молоке, такая же энергия любви содержится во фруктах и овощах, потому что сами эти продукты, они предназначены для того, чтобы что-то отдавать, допустим, взять ту же самую тыкву. Она растет так, что ее надо съесть обязательно, потому что эти семена должны или попадают в птицам, они переносят их, или, допустим, кто-то еще съедает, и потом это все выходит наружу, уже обогащенное, так сказать, и прорастать начинает. Ну, то есть идея заключается в том, что природа так придумала, что есть продукты, которые предназначены сами для того, чтобы кто-то съел. Я не думаю, что моя рука или рука кота какого-нибудь, или нога коровы предназначена для того, чтобы ее кто-то съел. Я так не планировал именно так ставить вопрос. Но яблоки именно для этого предназначены. То есть они несут себе вот эту любовь к всему живому. И это факт, что когда человек питается овощами, фруктами, молочными продуктами, у него появляется очень много жизнерадостности внутри. И проводили опрос, кто такой вегетарианец. Обычно ответ такой, это подтянутый такой человек, стройный и веселый. Ну то есть вегетарианцы, люди думают, что вегетарианцы, некоторые думают, что они истощенные, худые. Траву одну еду. Да. Вот я люблю траву есть, допустим. Я что-то никак не худею. Один раз в день уже ем, и все, никак не могу похудеть. То есть я не думаю, что именно такая философия, что вегетарианцы, они какие-то все истощенные. Наоборот, когда я начал, я начал есть вегетарианскую пищу 28 лет назад, у меня намного больше сил появилось, у меня прошла астма, прошел гастрит хронический, который уже почти язвой стал. И я стал счастливым, здоровым человеком, и до сих пор вообще ничем не болею. То есть я даже не обследовался особенно, потому что не чувствую себя больным. Хоть и постоянные аскезы. Я за полтора года пролетел 70 тысяч километров. То есть это почти два раза вокруг Земли. Вот. Ну, ничего, нормально. Жизнь течет неплохо. Пища имеет колоссальное влияние на это. Пища и движение. Две вещи очень сильно улучшают жизнь человека. Нужно быть активным в движении. Я бегаю, йогой занимаюсь. И кушаю пищу не только вегетарианскую, а также и хорошо, если ее с молитвой готовят. Вот это второй фактор тоже очень-очень важный. Очень важный. Пища еще благостней становится в два раза. Супер. Спасибо вам большое. Я буквально несколько дней назад слушал одну лекцию. Опять же, это уже было в сфере здоровья, но обучение. И, значит, лектор рассказывал такой пример. Порой мы хотим достичь каких-то результатов. И он приводит пример. Допустим, у человека через 4 месяца, он привел пример боксера, будет бой. И ему нужно готовиться к этому бою. И он говорит, и этот боксер начинает свою подготовку и все 4 месяца лежит на диване. И что с ним будет? То есть он не сможет драться. И для этого вот эта связь, то, что если у нас цель, нам нужно что-то делать, если у нас цель, нам нужно что-то обучаться, как-то обучаться. Это и есть то, что нам нужно реально вкладываться в это. Просто под лежачий камень ничего не входит. И здесь вот в контексте этого мы перейдём к вопросу здоровья, который был в определении благости. И здесь вы уже рассмотрели моменты связи здоровья и питания. И вот что такое здоровье в благости, как поддерживать здоровье в благости. Поделитесь, пожалуйста. Я вот дополню единственное то, что перед тем, как вы ответите, это я замечал, что большинство успешных людей, вот многие люди хотят чего-то достичь в жизни, но часто порой не хватает сил. И я видел, что все люди, которые много трудятся, они что-то делают для людей, у них высокие результаты, они обязательно следят за здоровьем. Потому что у человека до 25 лет ещё вырабатываются гормоны роста, а после 25 уже организм начинает стареть. И с каждым годом становится всё тяжелее совершать какие-то вещи. И, так сказать, топливо заканчивается. И для этого нужно заниматься здоровьем. И вот поделитесь, пожалуйста, своими секретами здоровья и такого здоровья именно поддержания в благости. Знаете, дело в том, что большинство людей, они мотивированы конкретно каким-то объектом. Вот допустим, если я должен участвовать в соревновании по боксу, то я должен бить просто в грушу и таким образом поддерживать свою возможность потом бить кому-то в морду, по-русски сказать. Но сама по себе вот эта идея, мотивироваться чисто объектом, целью, она очень такая слабая и неразумная. Потому что человек должен уметь отстраняться от объекта и понять, что ему ещё нужно для того, чтобы побеждать в своей жизни. Вот именно таким пониманием и владеют те люди, которые способны, несмотря ни на что, на нехватку времени, они способны, допустим, пробежку делать с утра. На это, кстати, нужно всего 30 минут каких-то, чтобы так сильно поддерживать здоровье именно бегом. Вот. То есть идея заключается в том, что есть люди, которые способны отстраниться от самого желания достигнуть цели, которая поглощает человека целиком. И он с утра бежит на свою работу, там начинает упахиваться, он думает, что чем больше он там просидит, тем больше будет эффективность. А по факту он устает быстро и половину времени проводит пустую. Но если человек как бы настраивается, всё-таки отстранится немножко и заняться своим здоровьем, как духовным, так и телесным, ещё и нравственное здоровье есть. Если человек следит за всем этим, он живёт такой полноценной жизнью, тратит время на восстановление сил, на развитие себя как Личности, то в будущем это выстреливает очень сильно. Есть три как бы аспекта жизни, три источника силы, которые дают три вида успеха. Первый источник силы называется природа. Когда человек двигается на природе, на солнце, на воздухе, не отмороженный там лежит где-то, там допустим на пляже, а он находится в движении на природе, то он наполняется природой. Это значит, что буквально в смысле слова он наполняется телесной силой для достижения успеха. То есть он становится очень здоровым и потенциал его здоровья возрастает. Большинство людей не выходят на природу для природы. Они идут просто на работу по солнышку и думают, что они сейчас восстанавливаются. Так как их мысли поглощены не любовью к природе и к движению, а они поглощены конкретной целью, они ничего в это время не воспринимают, их организм не восстанавливается. Куда память человека направлена, с тем идет контакт. Второе — это люди. Второй источник силы. Если я люблю людей, заботюсь о людях, постоянно им служу, то в этом случае люди дают мне силу достижения успеха в социуме. Часто человек не может устроиться на работу, не может найти близкого человека, не может, допустим, понравиться кому-то, у него проблемы с сотрудниками на работе и так далее. Это означает, что не хватает вот этого ресурса, связанного с людьми. Если энергия любви идет от людей, человек становится любимым и способным любить. Это означает, что в это надо тоже вкладывать силы, то есть надо учиться, заботиться обо всех, служить людям. Тогда у тебя такая сила исходит, что тебе легко быть успешным в обществе. И третий источник — это Бог. Когда человек ходит в храм, занимается духовной практикой, то у него появляется огромный ресурс преодолевать препятствия, которые надо преодолевать именно психически, а не физически или морально. То есть это препятствие находится в судьбе, а не преодолевается только молитвой, и контакт с Богом дает такой ресурс, такую силу. Все эти три вещи, которые я перечислил, никак не связаны с самой работой. Если человек только вот зашорен на работе, он просто истощает свои батарейки, и вот эти три батарейки, которые я перечислил, в отличие от одной в компьютере, у человека все должны быть заряжены. Допустим, у человека батарейка заряжена в контакте с людьми, но не заряжена контакта с Богом и с природой. Он становится больным и не способен преодолевать трудности. У человека заряжен контакт с Богом, с людьми и с природой не заряжен, значит, человек становится замкнутым, каким-то отшибленным и больным. Или человек только с природой завязан, он становится здоровым, но у него нет возможности нормально общаться с людьми, и он не имеет сил преодолевать трудности. Супер, спасибо вам большое за такой развернутый ответ. Даже не ожидал, что так детально будет тема раскрыта. И следующий вопрос в определении благости было гармоничное отношение. Где-то год назад я общался с вашим наставником Олегом Дмитриевичем Сунцовым и спросил, что же такое отношение. Часто люди говорят об отношениях, отношения должны быть хорошие, мы должны друг для друга делать и так далее. Часто люди, которые становятся на путь развития правственного, духовного, они начинают упрекать друг друга. Ты должен делать для меня так или вот так, потому что я вот вычитал, вот здесь вот так написано. Или Олег Геннадьевич Тарсунов в своей лекции по отношениям сказал так. То есть, понимаете, люди зачастую хотят просто все равно эксплуатировать других. Конечно. Они не хотят быть примером, потому что в первую очередь развитие начинается с себя. Да. И автоматически люди могут потом вступать в хорошие отношения. И вот Олег Дмитриевич Сунцов, он сказал то, что одно из самых важных качеств во взаимоотношениях — это способность слушать. И если человек умеет слушать близких, других людей, то он сможет с ними хорошо взаимодействовать, потому что он понимает, что же цена этому человеку. И на этой платформе взаимодействуют, они навязывают какие-то свои ценности, свои идеалы, порой не до конца понятые, ну и так далее. Да, то есть способность слушать других людей является основой, и она основывается на способности принимать человека. Часто мы не можем слушать, потому что мы не принимаем человека. Нам не нравится какая-то черта характера или какой-то стиль, допустим, в нём поведение. И, кстати, истина теряется, потому что ты раздражаешься личностью, не способен её переварить. Поэтому принятие или терпение, или ещё грубже смирение является тремя такими китами слушания. То есть сначала нужно человека принять, просто стать человеком «да». То есть нужно принять человека, хотя очень трудно, потому что у каждого свой характер, свои какие-то взгляды нечасто с тобой несовпоставимые. Потом, когда ты принял человека, надо его терпеть, потому что он однозначно будет делать тебе больно, будет приносить боль в отношениях, это неизбежно, должен его терпеть. И потом, когда ты прошёл эти два шага, ты начинаешь видеть глубину человека и видишь его суть. Когда ты суть человека увидел, тогда тебе несложно быть смиренным по отношению к нему, потому что ты видишь главное. Давай оставим мелочи, давай отбросим мелочи, давай оставим главное. Ну то есть часто люди не способны пройти эти три этапа видения чистоты или глубины в человеке, и поэтому они не способны и слушать этого человека, и не способны общаться нормально. Постоянно идут скандалы, конфликты, каждый доказывает своё, потому что каждый не может принимать и терпеть. Ну то есть слушание начинается с этого. Но есть ещё очень интересные такие вещи. Есть обычные люди, а есть духовно развитые люди. И вот эта способность принимать обычных людей при контакте с духовно развитым человеком очень сильно включает слушание и веру. Когда человек очень сильно верит и слушает, он весь, полностью, вся его жизнь меняется в результате. И эта способность верить и слушать, она в конце концов отрабатывается в отношениях с близкими, но кульминацию достигает в отношениях с наставниками, конечно. Супер, спасибо вам большое. И такой вот изюминкой нашей беседы мы рассмотрим такую часть, часть вашей жизни, которая уже 8 лет становится, ну как бы является частью вашей жизни, частью жизни слушателей ваших лекций. Это фестиваль «Благость». И вот в мае будет 16-й международный фестиваль «Благость». Я бывал на последних 14-ти. Это удивительный фестиваль, который меняет жизни тысячи людей, который просто пропитан необычайной атмосферой, где вот всё, что мы перечислили за эту беседу и, может, наверное, маленькую толику только этого охватили. И я вот хотел бы спросить у вас, вот как вы его воспринимаете, что это для вас, почему вы решили его организовывать и, ну, что вы хотите на нём давать людям? Фестиваль «Благость» — это испытание, это вызов, потому что можно полтать всё, что угодно, там, со сцены. Но как ты живёшь, как ты строишь отношения с людьми, которые рядом с тобой находятся, кто находится рядом с тобой, тоже является показателем, как ты живёшь. И вот эти люди, которых ты воспитал, насколько они соответствуют тому, о чём ты говоришь в лекциях. Это, фестиваль «Благость» — это экзамен моей жизни. Ну, то есть, когда я приезжаю туда, ответственность очень высокая, и всегда люди смотрят на меня, наблюдают за тобой. Если они видят, что всё соответствует, совпадает, то я считаю, что моя жизнь становится, как бы она обретает глубочайший смысл, она становится успешной, а люди чувствуют, что их не обманывают, то есть они испытывают счастье, веру. То есть для меня это кульминация моей жизни, фестиваль «Благость» — это то, что выходит всё наружу, как бы становится из слов, слова превращаются в дела, две недели люди делают всё, о чём мы говорили сейчас в беседе. Они учатся навыкам, они на практике это всё проверяют, делятся друг с другом, они слушают старших и сами, как бы, живут очень активно. И режим дня, и питание благостное — всё воплощается вместе в этом фестивале. И уже это даёт плоды, этим фестивалем заинтересовались учёные, сейчас идёт диссертационная работа по нему, мы уже имеем статистические факты, как он влияет на жизнь людей, скоро мы это будем... Уже есть научная статья по этому поводу, и скоро мы будем уже это оформлять в виде такой серьёзной диссертации, которая покажет, что такие фестивали очень сильно нужны, потому что отдых является важной частью жизни человека. Большинство людей отдыхают отвратительно, то есть они едут, лежат на пляжах, пьют вино, едят рыбу солёную и гуляют просто, ну то есть портят себе жизнь, то есть отдых превращается в что-то страшное. В то, что нужно отдыхать после отдыха, вернувшись. Да, это есть такой синдром даже понедельника, то есть после отдыха, если это описано в медицине, люди болеют больше даже, чем если они просто работают. Но этого не происходит с теми, кто отдыхает правильно. То есть нельзя сказать, что только вот один такой фестиваль у нас, я изучаю сейчас эту тему, многие прогрессивные люди пытаются организовать правильный опыт и отдых. Кто-то паломничество людей возит, кто-то организует какие-то тренинги там и так далее, ретриты на отдыхе, погружение. Наш фестиваль, он даёт человеку возможность обрести вот это счастье отношений, погружение в работу над собой на всех трёх уровнях. И он даёт людям также возможность знакомиться, много приезжает людей одиноких. И вообще просто создаются очень большие конгломераты отношений, потому что спектр, диапазон фестиваля огромен, то есть порядка 70 стран мира участвуют в фестивале, люди с разных стран мира и разных взглядов там и так далее, разных вер. У нас такой межконфессиональный фестиваль, на котором мы учим людей нравственности. То есть даже преподаватели разных также вер. И вот насколько я знаю, в этот раз приедет Шалва Аманашвили, он христианин и академик, педагог очень серьёзного уровня. Ну то есть как бы фестиваль для меня очень имеет большую важность. Я думаю, что судя по тому, как регистрируются люди, так же и для тех, кто приезжает туда отдыхать. А скажите, пожалуйста, что люди, ну вот более детально может быть, что люди делают на фестивале? То есть мы рассказали об атмосфере. Ну как ни странно, они всё делают, всё что угодно, кроме того, чтобы отдыхать. Они говорят, мы что-то отдыхать вроде приехали. Учается никакого отдыха. То есть часто люди под отдыхом воспринимают просто лежать на диване. Но вот как раз этого они не делают. То есть люди встают рано утром, сначала идёт пожелание всем счастья или медитация какая-то там, допустим. Ну в основном я желаю всем счастья, мы повторяем. Потом дальше идёт йога или цигун или в ушу. Там, ну, разные варианты практик в зависимости от того, что человеку подходит. Разные гимнастики всевозможные идут. Потом дальше люди благостной пищей завтракают. И лёгкая пища с утра даётся такая. И потом дальше идут лекции, лекционный блок. Потом днём опять второй блок идёт. Танцы. Часто женщины могут за две недели выучиться. Рисование кто-то. Вот. Потом дальше идут опять различные разминочные. Потому что надо чередовать умственную нагрузку с физической, чтобы всё нормально усваивалось. Люди в это время днём часто купаются. Там прямо на территории этого дома отдыха находится большой красивый бассейн. И также для детей есть разные горки, где можно там нырять и всё прочее. Люди отдыхают недалеко море. Можно и на море сходить, покупаться. В принципе, часто люди не доходят. Потому что много... Можно, кстати, купаться и лекции слушать одновременно. Колонки выведены наружу. И те, кто с детьми, они могут спокойно с детьми играть на улице и слушать лекции. То есть вообще здесь никаких проблем нет. И потом вечером люди получают уникальный опыт нравственного спектакля. То есть это редко где вообще можно увидеть. У нас специальная театральная группа. Мы её воспитали. Там и спектакль показывают и православные, то есть христианские. И мусульманские даже можно посмотреть там какие-то притчи. Вот. И различные другие просто нравственные спектакли. Потом нравственные концерты, поют нравственные песни. И даже потом сами люди, которые приехали, они свои таланты раскрывают. И в конце идёт такой концерт, который дают уже приезжие наши отдыхающие. Очень красивые получаются концерты. Столько талантливых людей приезжают. Спонтанная творческая. Спонтанная. Просто там столько они выдают. У нас даже иногда приезжают профессиональные певцы. Неожиданно там выдают вообще конкретно. Одна даже пришла, приехала звезда вообще эстрады на разок. Ну то есть очень интересно получается. Люди знакомятся по городам. Много разных программ в промежутках происходит. Люди знакомятся по городам, фото общее делают. Потом они списываются, созваниваются. Вот. Люди ездят... Несколько автобусов в... Там православный монастырь недалеко есть. Это у нас есть выходной день специально для паломничества. И люди собираются, едут посетить святые места. Тоже заложено в это в программе. И так далее. То есть много разных вещей происходит параллельно. Потому что жизнь не заканчивается одними лекциями. То есть у нас есть целая так называемая смайл-группа. Там бегают между лекциями по территории. Там мишки всякие. Снегурочки. Там в зависимости от того, какой фестиваль, каждый имеет свою какую-то стезю. Где-то какая-то сказка вплетается в фестиваль. И эти сказочные герои, они тоже детям очень нравятся. В конце фестиваля какие-то шоу показывают перед разъездом. Там огненное шоу было в этот раз. Там мыльное, мыльное вот это шоу. Я такого вообще не видел. Человек в пузырь, оказывается, может попасть и стоять. Там меня в пузырь запихали. Мыльный. Организаторы делают все для того, чтобы люди полноценно получили кучу впечатлений. И все это происходит в Анапе, на Черном море, соответственно. Ну не знаю. Я считаю, что это фестиваль запоминающийся на всю жизнь. А скажите, пожалуйста, вот вы там находитесь две недели. Есть ли возможность там с вами пообщаться? То есть многие люди, они находятся в разных городах, разных странах, куда вы не приезжаете. Но тем не менее у них есть какие-то свои вопросы. Понятно, что возможность намного больше. То есть после каждой лекции полчаса меня окружают люди, задают вопросы. Во время каждой моей лекции, а лекции практически каждый день мои идут, также ответы на вопросы есть. Ну то есть это тема отношений, общения. Есть еще уникальные такие вещи. Например, у нас есть чисто женский клуб. Женщины, женский вопрос решают. Я для мужчин читаю в конце две лекции такое мужское общение. Да, это одно из моих любимых мероприятий. Там такие вот мощные реализации, вы такие мощные советы даете. Очень супер программа. Да, личное общение, но все доступное, рядом нахожусь. То есть я вот подошел и спросил, в принципе. Когда будет сам фестиваль проходить в этом году? Я что-то не помню. 16 мая, по-моему, начинается. Кто знает точно. С 15 по 29 мая. Но подробная информация. На сайте, да, все есть. Я еще не успел даже посмотреть. Регистрация открылась буквально несколько дней назад. Я слышал, уже больше 200 человек зарегистрировалось. А вообще мы можем принять до 1000 человек. Поэтому думаю, что лучше быстрее это делать, чтобы места нормальные завели. Да, зачастую. Не то, что нормальные. Я помню, один раз чуть вообще не попал на фестиваль. Точнее, не я, а мой брат. Потому что я хотел его привезти, но вот как-то до последнего тянул. И оказалось, все места закончились. Рекорд три дня. Да. За три дня была рекордная регистрация. Сейчас чуть побольше получается. Думаю, за два месяца она закончится. Да, там бывает ли с ожидания. Вот мой брат только благодаря тому, что кто-то не смог поехать по каким-то причинам. Менеджер позвонил, сказал, вот можете приехать. Поэтому спасибо вам большое, дорогие слушатели, дорогие наши зрители. Мы надеемся, что эта беседа была для вас очень интересная, эффективная, познавательная. Мы эту программу готовили специально для вас, для того, чтобы вы соприкоснулись с нашим пониманием, что же такое благость, таким системным, как ее достичь, что можно делать. И поэтому мы ждем вас на фестивале «Благость». Для тех, кто иногда бывает сложно, сложно вы слушаете лекции, может, книжку прочитаете, стараетесь, делаете, не получается. Вы можете приехать просто на фестиваль. А там у нас много лекторов, можно позадавать вопросы, можно просто получить позитивное общение от людей, которые приехали на этот фестиваль, потому что они также слушают лекции, они хотят развиваться, они хотят менять свою жизнь к лучшему. Поэтому приезжайте на 110%. Я уверен, что вы не пожалеете в этом фестивале. И я просто, ну, сотни, просто тысячи отзывов положительных, счастливых от людей слышал, как их жизни потом меняются, как их семьи сохраняются, как у них сохраняется их работа. То есть успокаиваются ум, они знают, что дальше делать, они восстанавливают там здоровье, набираются сил, чтобы просто следующий год провести с победами эффективно, то есть понимать, что им дальше делать, как развиваться, ну и так далее. Я тоже хочу поблагодарить тебя, Артем, за то, что ты организуешь такие диалоги, где я могу пообщаться с тобой и людям, может быть, так, чисто лекционный формат, они часто устают, нужны какие-то ответы на вопросы, может быть, и уже обратная связь есть. Люди говорят, что им понравилось, что и вот такой появился новый формат, где можно просто послушать беседу, а не лекцию. Тоже благодарен. Какой у вас план на следующий месяц? Я поеду в святые места заряжать батарейки, свои духовные батарейки. Да, вот, дорогие слушатели, мы вот буквально за пару дней организовали эту беседу, потому что поняли, что Олег Геннадьевич просто уедет на месяц, и мы не сможем это сделать, потому что там будет слабый интернет. Поэтому мы просто все эти дни очень интенсивно готовились. Спасибо вам большое, что пришли. Я думаю, что-то передам какой-то привет со святых мест, что-нибудь организуем, Артем может организовать. Да, мы также, вы можете следить за оперативной какой-то информацией в наших группах, в социальных сетях, ВКонтакте. Мы стараемся на Ютьюбе какие-то интересные, также помимо лекций, сейчас выкладывать ролики о жизни Олег Геннадьевича, разных его аспектах, как публикуются его книги. Вот, страничку Инстаграм мы также сейчас активно поддерживаем. То есть мы с Олег Геннадьевичем обсуждали, как мы ее будем вести. И, конечно же, Инстаграм он предназначен для того, чтобы просто выкладывать туда фотографии, может быть, какие-то интересные картинки. И мы поняли, что если мы будем просто фотографии Олег Геннадьевича выкладывать, да, конечно же, это интересно. Нам всем интересна жизнь Олег Геннадьевича, как он живет. Но мы бы хотели приносить вам также пользу, поэтому мы выкладываем туда также какие-то короткие ролики, какие-то цитаты, которые будут приносить вам пользу, которые вы можете делиться со своими друзьями, близкими, менять свою жизнь. Вот, поэтому, пожалуйста, оставайтесь на наших страничках. Мы планируем публиковать еще много-много-много интересных. Мы просто сидим, думаем, планируем. Очень много интересных материалов вас ждет. Спасибо вам большое, что вы есть. Мы это делаем для вас. Спасибо вам большое. Всего вам доброго. Спасибо вам, Олег Геннадьевич, за эту беседу. Спасибо, Артем. Всем тоже, кто пришел, послушать. Спасибо. Спасибо.